Библейский портал экзегет.ру представляет Сегодня на библейском портале экзегет мы продолжаем изучение Бога Духновенной Псалтирии и мы будем читать 135-й Псалом. 135-й Псалом – это очень ритмичный Псалом. Он насчитывает 26 стихов, но это очень короткие стихи восклицания. Этот Псалом состоит из 26 стихов, как я уже сказал, и они все завершаются словами «Ибо вовек милость его». Древние считали, что это соответствует 26 поколениям от сотворения мира до принятия Моисеева закона. Всем им Создатель давал средства к существованию по своей милости, потому что у людей еще не было закона Божия, за исполнение которого Бог мог бы их награждать чем-либо. Поэтому это было проявление просто божественной милости. Хотя милость заключается и в том, что нам даются заповеди, которые мы можем изучать, и награда за изучение заповедей, как я объясняю, самовозможность изучать заповеди. И нам даны заповеди, чтобы их исполнять, но награда за их исполнение – самовозможность их исполнить. Поэтому мы с вами изучаем Псалтырь, и наградой за это изучение является самовозможность изучать и исследовать Псалтырь. Этот псалом 135 относится к группе аллелуарных псалмов Он начинается восклицанием «Аллилуйя» Скорее всего, это некий глаз, мелодия, на которую исполняли псалмы такого типа И начало псалма «Исповедайтесь Господу» Мы уже знаем, что по цептуагенте «исповедайтесь» Соответствует еврейскому «благодарите» «Исповедайтесь Господу, ибо Он благ, ибо вовек милость Его» Действительно, Христос говорит «никто не благ, как только Господь» Благ или блажен — это означает абсолютно счастлив Абсолютно счастлив Но тот, кто абсолютно счастлив так, как Бог От избытка этой радости, этого счастья Он хочет поделиться с кем-то еще Этой радостью, этим счастьем Собственно говоря, в христианском понимании Бог творит мир От избытка любви И от полноты, блаженства и счастья Чтобы поделиться с тварными существами Этим благом, этим счастьем «Исповедайтесь Господу» То есть «благодарите Господа» «Ибо Он благ, и вовек милость Его» То есть, если бы было сказано «во веки веков милость Его» То можно было бы это истолковать «Он милостив к нам и к нашим внукам» А фраза «ибо вовек милость Его» То есть для каждого человека Будет благословение на его век А последующее поколение Получит это благословение Если последует той вере Которая привлекает к себе Это благословение Божие Поэтому подлинные потомки Авраама Это не обязательно те, которые по плоти Потомки Авраама Но те, которые имеют добродетели Авраама «Исповедуйтесь Богу богов, ибо вовек милость Его» Опять это можно перевести как «благодарите Бога» «Исповедуйтесь Богу богов» Каких богов? Имеется в виду сильных земли То есть Господь превознесен над всеми сильными земли Над царями Над князьями «Исповедуйтесь Господу владык, ибо вовек милость Его» Владыки — это уже не просто князья Сарим Не просто как царь Мелых А какой-то император Такой более серьезный правитель Который объединяет вокруг себя И царей Тогда цари были иногда в рамках одного города В одном городе один царь, в другом городе другой царь Ну, как в Греции, например Царь Спарты, царь Афин и так далее Исповедуйтесь Господу владык, ибо вовек милость Его Он един сотворил великие чудеса, ибо вовек милость Его Сотворил небеса разумом, ибо вовек милость Его То есть здесь мы видим, как все это очень так красиво рифмуется Действительно, великие чудеса явил Бог В том числе и сотворив небеса разумно Что значит «сотворил небеса разумно»? Вот если бы наша планета была чуть-чуть ближе к Солнцу Здесь было бы очень жарко Если бы немножко подальше от Солнца Здесь было бы очень холодно И в первом случае, во втором, жизнь бы не возникла Если бы при входе в Солнечную систему не были бы самые огромные планеты Которые, как пылесосы, втягивают в себя весь мусор своим тяготением Который влетает в Солнечную систему То, скорее всего, этот мусор космически давно бы разрушил нашу планету Но она находится в таком благоприятном месте по отношению к Солнцу И по отношению к этим огромным планетам Которые притягивают к себе весь космический мусор Что можно сказать, что действительно Господь сотворил небеса разумно То есть все продумано Ибо вовек милость Его Утвердил землю на водах Ибо вовек милость Его На водах основал Бог землю Но возможно такое прочтение Кто распростер землю над водами Ибо вовек Его милость Как это можно понять с точки зрения научных представлений О жизни на земле Господь действительно утверждает жизнь на земле На водах Так, например, в первой главе книги Батия Говорится, что воды произвели первые формы жизни То есть самые первые формы жизни Они возникают в воде А потом, когда жизнь из воды выходит на землю Уже появляются формы жизни Которые производятся на земле И птицы летят по тверде небесной Он един сотворил великие светила То есть солнце и луну А ибо вовек милость Его Солнце для управления днем Ибо вовек милость Его Луну и звезды для управления ночью Ибо вовек милость Его В понимании древних Сначала солнце и луна были равнозначны И равновелики Но потом луна почему-то возгордилась Это такое древнее еврейское сказание И Господь умолил ее Потому что Бог гордым всегда противится А смиренно дает благодать Поразил Египет с первенцами Его Ибо вовек милость Его Это десятый казнь в Египте И извел Израиля из среды их То есть египтян Ибо вовек милость Его Рукою крепкою и мышцею высокую Что значит высокую? Высоко поднятую и простертую над врагами Смотрите исход 14 глава 31 стих Рукою крепкой и мышцею высокой Ибо вовек милость Его Разделил черное море на части То есть красное море Ибо вовек милость Его И провел Израиль среди Его Ибо вовек милость Его Ну Господь не просто провел сквозь море Он и высушил еще эту землю По которой люди шли посреди моря Которая стояла стеной с одной И с другой стороны Как нечто огустевшее Как нечто огустевшее И низверг фараона и войско Его В черное море Ибо вовек милость Его Провел народ свой в пустыне Ибо вовек милость Его Поразил царей великих Ибо вовек милость Его И убил царей сильных Ибо вовек милость Его Сигона царя Амарейского Ибо вовек милость Его Иога царя Вассанского Ибо вовек милость Его То есть милость Она проявляется и в тех победах Которые народ Божий Одерживает над врагами И в тех обстоятельствах И в тех обстоятельствах Через которые Господь Спасает своих людей И через те чудеса Которые Бог Являет при этом И дал землю их То есть Сигона царя Амарейского Иога царя Вассанского И дал землю их В наследие То есть Израильтянам Ибо вовек милость Его В наследие Израилю Рабу своему Вот подчеркивание Рабу своему Означает что Пока мы Покоряемся воле Бога Так как рабы Он нам дает Когда мы забываем О такой покорности Он сгоняет нас с этой земли Или умаляет территорию Земли той страны В которой мы живем Это как действие Наказания В наследие Израилю Рабу своему Ибо вовек милость Его Это проявление милости В любом случае Там проявляем мы Раболепство перед Богом Или нет Он вспомнил нас В уничижении нашим Ибо вовек милость Его То есть Когда Через наказание Которое Он обрушивает на нас Мы оказываемся В уничижении То и здесь Он может проявить К нам милость И в книге Второзакония Сказано Господь говорит При каких условиях Он прогонит Евреев с этой земли Но при этом Бог говорит Но я не до конца Буду сердиться на них Я вспомню о них Когда они будут находиться В какой-то чужой земле И приду к ним на помощь И верну их В землю С которой их согнал По отношению к нам Христианам Господь действует Так же Он может забрать у нас Страну То есть Страна Становится Светской Перестает жить По Религиозным законам Церковь отделяется От государства И школа Отделяется От церкви Это Как наказание Нам Попускается Такая Секуляризация Но через какое-то время Бог может все это Изменить И ситуация будет Меняться До абсолютно Обратного Он Вспомнил нас В уничижении Нашим Уничижение Это следствие Поношения Клеветы На народ Божий Ибо вовек Мило сего И избавил нас От врагов наших Через которых Уже наказал нас Ибо вовек Мило сего Он дает Пищу Всякой Плоти Господь Кормит Не только Людей Но и животных Не только Животных Я имею ввиду Домашних Животных Но и зверей Полевых И птиц небесных И рыб морских Он дает Пищу Всякой Плоти Ибо вовек Мило сего И последнее Восклицание Исповедайтесь Богу Небесному Ибо Вовек Милость Его То есть Благодарите Бога Небесного Ибо Вовек Милость Его И действительно Нам есть За что Благодарить Нашего Господа Небесного Небесного Небесного